Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Десять лет назад у нас были очень хорошие соседи. Мы дружили семьями. Все праздники праздновали вместе. Мы были очень рады, что нашли настоящих друзей. Но потом всё резко изменилось. Все разъехались по разным домам, и связь потерялась. В дом заехали новые квартиранты. Но они не особо хотели общаться со старыми жителями дома. На третьем этаже жила Анна Сергеевна со своим сыном. Сразу над нами. Очень злая была тётка. Она очень переживала, что её сын женится на плохой девушке. Постоянно его учила, как правильно жить, какую девушку ему надо. Нам было очень жаль сына Анны и её будущую невестку. Ведь такую свекровь надо ещё выдержать. У женщины был очень сложный характер. Настал тот день, когда Пашка привёл свою девушку знакомиться с мамой. Она очень красивая была, высокая, стройная, с большими зелёными глазами. Девушка-мечта. Но Анне Сергеевне невестка сразу же не понравилась. Впрочем, тут нет ничего странного. Ей, наверное, никакая девушка не понравилась бы. Но и выгонять влюблённых Анна Сергеевна не хотела. Пусть они лучше дома живут, а не на какой-то чужой квартире. Короче, эту женщину было трудно понять. В один прекрасный день к нам в дверь постучала Анна Сергеевна. Она стояла очень взволнованная, а в руках держала свёрток бумаги. Женщина начала умолять нас, чтобы мы забрали его к себе. Там Анна Сергеевна хранит все свои драгоценности. Она боится, что её новая невестка их украдёт. Мы не отказали женщине в помощи. Нам было несложно выполнить её просьбу. Мы спрятали драгоценности в надёжное место и забыли о них. Но спустя несколько месяцев Анна Сергеевна съехала с той квартиры. Да и мы уже собирались продавать свою. Покупатели нашлись очень быстро. Поэтому мы начали готовить квартиру к продаже. Мы убирались, выкидывали ненужные вещи. И тут на антресоле нашли тот самый свёрток бумаги с драгоценностями. Мы открыли его, посмотрели, что там внутри. Но ничего очень ценного там не было. Только кольца, цепочки, брошки – разные безделушки. Но мы не могли выбросить эти вещи или оставить их себе. Ведь они были чужие. Поэтому мы начали искать информацию об Анне Сергеевне. Оказалось, что женщина давно уже умерла. Мы нашли адрес Насти и Паши – сына и невестки Анны Сергеевны. Мы заранее договорились о встрече. Я объяснила им ситуацию, и супруги с радостью приняли меня в своём доме. Прошло очень много лет после нашей последней встречи. У Насти и Паши родились две прекрасные дочки. Они счастливы и хорошо живут. Супруги не очень хотели брать у меня эти драгоценности. Но я настояла на своём. Пускай у деток будет память о бабушке. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.